Истории жертвенного духа. История 24. Открытое сердце. С самого первого этапа зарождения компании, строительства завода по производству продукции, господин Ли Цзинь Юань с большим уважением относился к своим партнерам и коллегам. И если у кого-то из них случалась беда, он очень переживал и стремился оказать помощь. Когда скончался престарелый руководитель проекта строительства, офис компании организовал и оплатил все расходы, связанные с похоронами. Но господин Ли по своему желанию передал дополнительную сумму дочери этого почтенного человека, считая своим долгом позаботиться о ней. Однажды ночью, возвращаясь из командировки в Цзинь, Ли Цзинь Юань увидел, что впереди по автостраде едет старик на велосипеде. Водитель резко крутанул руль, объехав нарушителя, и врезался в опору моста. Его выбросило из машины. Господин Ли Цзинь Юань кинулся к нему проверить, нет ли у водителя травм. С тобой все в порядке? А машину новую купим. В 1995 году, когда возникли проблемы с реализацией порошка с высоким содержанием кальция, господин Ли Цзинь Юань продал свой «Мерседес», три своих завода и дом, чтобы выдать зарплату сотрудникам. И потом, когда продажи наладились и компания начала приносить прибыль, он первым делом купил для сотрудников большие автобусы с кондиционером и видеомагнитофоном. В 1998 году компания приобрела три жилых дома в лучшем микрорайоне города Тянь Цзиня и передала квартиры в них сотрудникам среднего звена. Персонал был обеспечен мобильной связью и современным оборудованием, а каждому сотруднику выдавались два комплекта корпоративной униформы в год. Господин Ли Цзинь Юань часто говорит, что за успех Тянь Ши заплачено слезами, потом и кровью. И это не приукрашивание. В ноябре 1996 года начальник отдела снабжения рано утром отправился за упаковочными материалами. В темноте автомобиль, на котором он ехал, столкнулся со стоявшим на дороге без сигнальных огней большим грузовиком. Сюй мгновенно погиб. Господин Ли Цзинь Юань лично знал семью Сюя, дружил с ним и очень горевал об этой потере. Он лично позаботился о похоронах и выделил большую сумму его семье. Страшная катастрофа произошла 13 июня 2004 года в городе Шиньянь, где проходила встреча деловых партнеров Тянь Ши. После встречи партнеры из города Дянь Дун отправились домой на автобусе. Примерно в 10 часов ночи из-за ошибки водителя и отказа тормозов автобус пробил ограждение моста и упал на землю, пролетев почти 20 метров. Погибло 18 человек, 17 были тяжело ранены. Автобус был арендован партнерами в частном порядке и ДТП не имело отношения к деятельности корпорации Тянь Ши. Но из соображений заботы о деловых партнеров для поддержки их семей компания выделила большие суммы из специального фонда, выразив соболезнования каждой пострадавшей семье. Осенью 2007 года погиб постоянный водитель господина Ли Цзэнь Юаня. Потеряв верного, остроумного, добросердечного друга, господин Ли долго горевал, оказал его семье большую материальную помощь, а сына и старшую сестру принял на работу в Тянь Ши. Субтитры создавал DimaTorzok